добрый вечер дорогие друзья добро пожаловать на передачу ночной размовар третий сезон с вами третий сезон с нами Ишхан Вердян Стамбул здравствуйте Ишхан приветствую ваших зрителей уже несколько лет являетесь частым гостем азербайджанских эфиров передач телевидения что за эти годы изменилась Ишхан Камран уточните пожалуйста вопрос что изменилось где у меня или изменилось в отношениях азербайджанцев и армян стали они добрее лояльнее или наоборот жестокости стало больше и ваше тоже отношение изменилось или как-то я думаю что все изменилось вот ну я не знаю из-за чего это возможно из-за политики возможно из-за пропаганды но 44 дневная война и и итоге никак не повлияли на понимание ситуации армянами не были сделаны соответствующие выводы осталась некая горечь несправедливости такое такое представление что мы все-таки были правы но по истечению обстоятельств весь мир был против нас но если весь мир против нас мы этим не становимся автоматически неправыми и поэтому вот это горечь поражение она не отрезвила людей но она людей если не мобилизовала на последующую борьбу но хотя бы убедила в том что мир не справедлив не справедлив к ним и что все все это должно не быть так и в людях есть какая-то надежда я не знаю на что-то что может повлиять на ситуацию то есть априори признание территориальную целостности азербайджана признание Карабах азербайджанам сегодня можно сказать в политической повестке армян не стоит не только в политической повестке вообще в общественном понимании такого понятия что карабах может остаться на тяжеления в территории азербайджан а такого не существует сейчас мы имеем дело стежей лешен кризис это с тяжелейшим, можно сказать, синдромом рассинхронизации, если это так можно назвать, когда люди абсолютно не ориентируются в пространстве, когда люди думают, что они единственно правы, а все остальные, кто с ними не согласен, тот является предательным врагом, который хочет уничтожить армянский народ. Вот такое понимание сегодня закоренилось в головах у армянского народа и у жителей Армении. Этому, конечно же, в первую очередь пособствовало действие премьер-министра Армении, правительства Армении, которое на каждом заседании говорил, что Азербайджан совершает геноцид. Азербайджан собирается совершать геноцид. Столько он это сказал, столько сказал, что сейчас, когда он смеет заикнуться о признании цитарной целостности, ему в лоб бьют, говорят, ты же говоришь, на каждом заседании говоришь, они хотят сделать геноцид. Какое еще признание, если они хотят сделать геноцид? То есть Пашинян своей тупизной сам загнал, извиняюсь за такие выражения, но он своей тупизной сам загнал народ вот в эту парадигму, вот этого безумия, и сейчас уже из этого безумия выхода нет. Для армян хорошего выхода нет. И поэтому я хотел бы сказать, что мнение людей изменилось, что все стало лучшее. Но мнение людей действительно изменилось, но все стало гораздо хуже. Гораздо хуже, чем было сразу после войны 20-го года, после 44-й войны. Вот в таких реалиях мы сегодня с вами живем, Камран. А ваше отношение изменилось как-то к конфликту? Камран, мое отношение вообще абсолютно никак не изменилось. То есть я повторяю слово в слово то, что я говорил прямо с первых дней, когда я начал публично выступать. Я считаю, что альтернативы признанию территориальной целостности Азербайджана нет. Альтернативы признания Карабаха как территории Азербайджана нет. Тут нужно признать абсолютную суверенность Азербайджана на своей земле и право Азербайджана поступать на своих землях так, как он считает нужным. Дать ему полное право и вообще не то, чтобы дать ему полное право. Азербайджан не нуждается, чтобы ему давали право. Просто признать на нем право распоряжаться своими дорогами так, как он хочет, своими городами так, как он хочет и не смешиваться. Николай Почтян не понимает, где его власть, где у него есть власть и где его власть кончается. Это из-за того, что он худовищный, некомпетентный человек. Знаете, могут быть разнообразные причины этому, разнообразные, но факт остается фактом. Он не справляется. Он взял на себя обязательства как государственный деятель, как руководитель страны, и он не справляется. И он, следовательно, абсолютно неадекватный, некомпетентный человек, который ведет страну, я не знаю, в пропасть, ведет страну на самоуничтожение. Скажите, пожалуйста. Да, я немножко... Да, пожалуйста. Мы продолжим как раз про Пашиняна. Скажите, пожалуйста, Ишхан, имеет ли Пашинян авторитет среди армян, которые проживают на территории Азербайджана в Карабахе? То есть, он для них авторитет или наоборот нет? Нет, Камран, Пашинян вообще не авторитет для карабахских армян, вообще никакой. Можно сказать, в большинстве своем карабахские армяне люто ненавидят Пашиняна, обвиняют его во всем, во всех смертных грехах, в том, что он делал, то, чего он не делал. Знаете, скорее всего, тут сказывается пропаганда, тут сказывается пропаганда. Потому что, если вот так смотреть объективно, Никол Пашинян, именно при Николе Пашиняне многократно увеличилось финансирование Карабаха. Многократно. Ну, то есть, это нельзя ставить ему как бы в плюс, но это, естественно, это его огромная ошибка, но факт остается фактом, что лично для карабахцев он каких-то особых таких ошибок не совершал, если, тем более, если это сравнивать с предыдущими. То есть, у них нету такого повода ненавидеть Пашиняна больше, чем ненавидеть, допустим, Сержа Сальксиана. Но к Сержу Сальксиану они относятся лояльно, к прошлым президентам относятся лояльно, а вот, ну, то есть, к тем карабахским кланам, может, это из-за того, что они сами карабахские. Но Пашиняна люто ненавидят, его обвиняют абсолютно во всем, даже в проигрыше в войне, в проигрыше не только в войне, а в конкретных ситуациях во время войны. Может, знаете, вот извиняюсь, я обвиняю Пашиняна в том, что он втянулся в эту войну, в том, что он послал людей, армянских солдат, умирать на Чабраиле, умирать в Ахдаме, называя Ахдам Чабраил своей родиной. Ну, мы видели, какая это родина для армян, мы видели это все, об этом не знаю, стоит говорить или нет. Я обвиняю, в двойном геноциде, в двойном геноциде, в геноциде армян и геноциде азербайджанцев, потому что он был, он командовал абсолютно, абсолютно несправедливой захватнической войной, оккупационной войной. Но карабахцы, естественно, так не думают, они думают, что Ахдам Чабраил их недостаточно защитил. Плюс еще, сказывается и общая пропаганда в целом, потому что известно, что Карабах является фортпост России, и Россия сегодня, я так думаю, что невыгодно управление Николу Пашняна, и это все работает в одном направлении, я так думаю. На кого надеется сам Никол Пашнян, и на кого надеются армяне, которые проживают в Карабахе? В Карабахе надеются исключительно на Россию, а актором России в Карабахе является РМК, то есть карабахские армяне надеются на российский мироторский контингент. На что надеется Пашнян? Пашнян, смотрите, Пашнян, я не знаю, на что надеется, но Пашнян пользуется, все-таки пока что пользуется поддержкой населения, пока что он этой поддержкой пользуется, и можно сказать, что у него поддержка достаточно неплохая, но это его внутренняя поддержка, никак ему не помогает решать внешние вопросы, потому что когда вопрос касается внешних проблем, проблем с Азербайджаном, проблем с Курцией, тут Пашнян включается в режим неадеквата, и он начинает, не знаю, как слепая мышка ходить, ударяться лбом, и вместе с этим подвергать опасности республику Армения. Оскар, пожалуйста, вот почти за три года твоих наблюдений можно спокойно сказать, что карабахские армяне разочарованы миротворцами, так как они думали, что миротворцы будут чисто им подыгрывать, помогать, а вот сейчас они недовольство свое выражают тем, что закрывают им дороги своими автомобилями, КамАЗы перед их пунктом назначения ставят, все время выходят на какие-то манифестации, требования, письма передают. Можно сказать, что они чувствуют себя преданными или разочарованными? Я думаю, что они разочарованы очень сильно, кем в рано этому были проявления. Недавно в интернете ходил ролик, где там в Карабахе есть пункт общественного приема миротворцев, на этом пункте, на двери был написан обед с часу до двух огромными буквами. А там, когда вот как только вот это сняли, вот эту фотографию в этой двери сняли, это распространилось, и уже говорили, что миротворцы просто троллят Карабахих армян, понимая, что там есть явные проблемы со снабжением, и они тут троллят, показывают, когда они делают обед, сейчас они обедают. то есть там, понимаете, да, там очень сильное разочарование в миротворцах. Скорее всего, поняли, что миротворцы ничего не собираются делать, поняли ли они то, что самая большая проблема для них, самую большую для них проблему и есть, и создают эти миротворцы, не знаю, поняли ли они это, нет, поймут ли они это, нет, по крайней мере, они громко об этом не говорят. Знаете, это очень странно, потому что миротворцы, они же, можно сказать, последники между двумя сторонами, если между двумя сторонами конфликт продолжается, в Вене в первую очередь нужно последника, который стоит посередине. Если, допустим, армяне стреляют в азербайджанцев, армяне стреляют поверх голов этих русских миротворцев, поверх голов последников, да, то есть, мы всегда вот этот средний слой, как будто его, его, его как будто нет, мы его не замечаем, и мы между собой вопросы пытаемся решить, забывая, что между нами стоит некая прослойка, которая, можно сказать, сильнее нас, и у нее есть более сильные рычаги принятия решений, и если ситуация движется в каком-то негативном ключе, то тут невозможно, чтобы российские миротворцы не имели свои какие-то, то есть, не имели к этому никакого отношения, скажем так, да, ну, то есть, я уверен, что миротворцы являются, если не соавторами, то хотя бы молчаливыми наблюдателями очень многих проблем, которые сегодня наблюдаются в Карабахе, и это уже начинают замечать простые люди, об этом уже начинают робко, робко, а иногда и не робко говорить, но пока что это сегодня остается на уровне именно таких разговоров, а что люди могут сделать против российских миротворцев, да, вот такой вопрос. Ишхан, вот это, я не знаю, как это назвать, это желание помочь, это шоу или это проект, имеющий смысл, провокационный, кто его придумал, для чего и зачем, вот это вот гуманитарная помощь в таком количестве, и вот попытайтесь предсказать, все-таки они проедут, поедут в объезд или вернутся? Кем-рад, они не проедут и в объезд не поедут, они будут там стоять, и когда уже это все, когда уже их стояние там потеряет любой смысл, когда они тихо, тихо, позорно вернутся обратно в Ереван, я в этом не сомневаюсь. Кстати, Азербайджан, я думаю, что может их пропустить, может, если Армения официально попросит, если Армения обратится к руководству Азербайджана. Вот это все-таки было шоу или желание помочь? Да, это было политическое шоу, я в этом не сомневаюсь, более того, это было шоу с гастролями иностранных делегаций, которые туда приезжали, посольства, всякие дипломатические миссии приезжали, делали селфи, снимались на фоне этих грузовиков и возвращались в свои посольства обратно. Да, это было шоу, это была показуха, чтобы это, понимаете, я вот так, я так рассуждаю, в этом действии не было желания помочь людям. Ну, просто люди там вообще не стоят, да, вообще, вообще это не рассматривает Николай Пашинян. Если бы он действительно, если он действительно хотел помочь именно людям, он бы сделал так, как я сказал, то есть он бы обратился к президенту Азербайджана и попросил разрешения проехать. Там уже Азербайджан решил, как эти машины будут проезжать, какими процедурами, но я думаю, что тогда все решилось бы. Но Пашинян такого не сделал, Пашинян до сих пор думает, что он может добиться того, что в обходе Азербайджана будут в Азербайджан заезжать какие-то вообще что-то, да, вот. И, следовательно, он не имел цели помочь людям, не имел, эта миссия не была гуманитарной, эта миссия была политическая и она остается политической. А если сам заявляешь, что имеет место гуманитарный кризис, а сам занимаешься политической какой-то постановкой, то, естественно, что это шоу, Кемран, это клоунада. Пашинян очень, очень даже плохой клоун, хотя, может, и неплохой, потому что я очень сильно посмеялся с этим фуром. А вот скажи, пожалуйста, вот последствия этого всего. Вот на данный момент эти фуры стоят там две недели, когда выйдет передача, я не знаю уже, сколько времени, я не буду там стоять, если будут. Ты говори, что они вернутся. Окей, посмотрим. Продукты там не портятся, вот, две недели, 44-х градусная жара. 44-х. Ну, говорят, это, говорят, это рефрижераторы, то есть, холодильники. то есть, две недели, там работает топливо? Да. Ну, по проблемам с топливом нет, Армения снабжается. то есть, мы не видели, чтобы туда подъезжали грузовики с топливом, как-то доливали, мы же там проезжали, даже сигнали недавно. им. Ну, не знаю, Кемрон, я не знаю. Скажи мне, скажем так, поражение армянской дипломатии на платформе Организации Объединенных Наций. Вот они же рассчитывали, что как-то их мир поддержит, и вот не обломилось вот им счастье. Почему? С чем это сопряжено? Кемрон, кстати, в Армении до сих пор уверены, что армянская сторона не проиграла. Они смотрят на речи выступающих, речи некоторых понравились армянам, и армянские политологи заявляют, что это была победа армянской дипломатии, и все скоро вот со дня на день ждут резолюции. Вот такая бредовая пропаганда там распространяется, что скоро будет резолюция в нашу пользу. Я считаю это безответственным шкуривством. Я лично считаю, что политологи Армении все поголовно занимаются шкуривством. Я считаю, что в Армении нет никаких политологов, там только манипуляторы, обманщики, либо же это не понимающие ничего умственно отсталые, либо же понимающие все, но работающие на стороне агенты влияния третьих каких-то сил, но не Армении точно. В Армении нет политологической мысли, в Армении нет дипломатической мысли. Следовательно, если у тебя нет дипломатии, нет политологии, ты априори ничего не можешь получить на таких высоких трибунах. Собеза, он всегда, все резолюции, которые он принимал относительно карабахской проблемы, все резолюции, можно сказать, были проазербайджанскими. До сих пор ни одной проармянской резолюции не было. Каждый этот факт, простой факт, что все в мире, все государства мира признают правоту Азербайджана в этом конкретном вопросе, даже этот факт не может пробить дебилизм, вот эту стену дебилизма армянской политологической мысли, чтобы они просто пришли к смирению, не то чтобы к смирению, к пониманию, чтобы пришли к пониманию, что они не могут быть абсолютно правы всегда. Если человек, он думает, что он абсолютно прав, то он будет идти и вон, и будет в любые места идти, требовать, чтобы его хотелкам хотелки удовлетворили. И если он получит отказ, он не будет думать, что он ошибается, он будет думать, что все вокруг продались, все вокруг обманули, все вокруг хотят уничтожить на уничтожение армян, понимаете. И поэтому, я не знаю, на что был расчет, не знаю, на что был расчет, но если, вот я вот так скажу, если армянская политологическая мысль не рассчитала, то в этой конкретной ситуации его ожидает фиаско, то, я извиняюсь, армянская дипломатия, все. Скажите, Ишхан, армяне утверждают, что там проживает 120 тысяч человек. Ваше мнение, сколько там действительно армян, количество примерно, плюс-минус? Ясно, что у меня нет никаких объективных данных на смесь, я по своим рассуждениям посчитаю. Когда-то там, до войны, там было 120 тысяч человек, но среди этих 120 тысяч человек были военнослужащие армяне. То есть, смотрите, какая там работала система. Давайте я вам говорю открыто, сейчас уже не время скрывать какие-то факты, будем говорить все как есть, будем говорить открыто. Когда из Еревана солдаты уезжали в Карабахскую жизнь и законную жизнь, они, правительство Армении вынимало эти прописки в Ереване и прописано в Карабахе. Таким образом, они переставали быть жителями Армении и начинали быть жителями Карабаха. А так как эти жители Армении и Карабаха это граждане Армении по паспорту, там только по месту жительства отличают кто-кто, да? Так как они все граждане Армении, то получалось, что вот эти наши солдаты, мы и я в том числе, мы тоже были жителями Карабаха. То есть, сколько была эта цифра, я думаю, что приблизительно 30 тысяч, приблизительно, там 30 тысяч солдат было. То есть, ты когда служил, тебя выписывали из Армении и прописывали в Карабахе? Да, меня прописали в Карабах, да. Это так, меня незаконным образом выписали из республики Армении и прописали в республику Азербайджан. То есть, ты был какой-то... Я давал военную присягу Карабаху, я давал военную присягу Азербайджану, чтобы вы понимали. Тот, кто меня называет предателем, не может меня называть предателем, потому что и с их легкой руки я давал военную присягу Азербайджану Карабаху. Потрясающе. И вас регистрировали чисто для статистики еще, чтобы люди во всем мире... Да, я продолжу, я сейчас статистику считал. Вот 30 тысяч вот таких солдат. Потом, сегодня в Армении, ну, полуофициально заявляется, что сегодня в Ереване остается 30 тысяч карабахцев. Вот эта цифра, она полуофициальная, но громко проговаривается. То есть, 30 ушли, 30 там в Ереване. То есть, 30 со военнослужащих, 30, которые из Карабаха ушли, сейчас в Ереване. В общем, 60. А там было 120. Из 120 минусуем 60, ну, получаем 60. Ну, по моим вот таким визуальным и вот, вот именно вот таким рассуждениям, я думаю, что там 60 плюс-минус. Ну, может, минус. Ну, 50-50. 50-60 тысяч. Это моя оценка лично. При этом мы с вами часто наблюдаем в интернете эти самые 50-60 тысяч армян, кричащие, что у них там голод, у них там геноцид, что им есть нечего. Каждый день устраивают застолье, банкеты. Я даже в Инстаграме нашел недавно страницу диджея СКЦАХ. Он так называется. СКЦАХ, диджея. Я зашел на его аккаунт и там сплошные выпускные, банкеты, праздники, день рождения, вплоть до 5 августа там тусы. Везде. Все время вечеринки. Люди кайфуют, плавают в бассейне, празднуют выпускные, юбилеи, там у мамочки айконуш, там у кого-то свадьба. И каждый день праздник. То есть, это тема с голодом. Вы в это верите? Кемран, смотрите так, там ситуация вот такая, очень такая запутанная и многослойная. Во-первых, вот эти вечеринки, о которых вы упомянули, эти вечеринки устраивают элиты, а у этих элит проблем нету, вообще никогда не было. Они всегда жили на грабеже людей и в этом ничего удивительного, нету, что у них есть где кушать и есть что кушать. Но у меня есть контакты с караватскими армянами, я знаю информацию на местах, где там голода нету, как такового, именно голода нету, но там есть нехватка в определенных продуктах. Допустим, там сейчас есть картошка, помидоры, баклажаны и вот эти, и хлеб. То есть, эти продукты, они есть. Так, чтобы людям не было, что кушать, это неправда. Они кушают. Но они не кушают сладкое, не кушают там, это обычные люди, вы понимаете, не элита. Они не кушают там конфеты, молоко не пьют, и они не делают какие-то изысканные блюда, долгу не делают, допустим. Но картошка, помидоры, там все, что пока растет, там есть. Так что, голода, как такового, нет, дефицита в определенных, в очень многих продуктах, вот это точно есть. То есть, не то, чтобы дефицит, этих продуктов просто не существует. А топливо, откуда у них в таком количестве, уже столько времени? Ну, если они, ну, если они, скорее всего, они что-то запаслись, чем-то запаслись, потому что, все-таки, все-таки, они же должны были понимать, что они, типа, являются в военной зоне, и там у них должны быть стратегические запасы. Плюс еще я не исключаю, что РМК доставляет им топливо на своих вертолетах. Я вот слышал, что РМК доставляет сигареты. Вот это я тоже. Сигареты легче, чем топливо. Скажи, если завтра Азербайджан около пункта КПП, контрольно-пропускного пункта, около него откроет, например, какую-то бензоколонку и поставит также банк по обмену там драмы на монаты, армяне пойдут поменять свои драмы на монаты и зальют себе бензин или гордость не позволит? Кянган, армяне не подпустят к этим точкам. Понимаешь, если армяне узнают, что там где-нибудь, вот там в Аскеране, где есть пензоколонка, в которой могут купить бензин, даже у азербайджанцев, если у человека есть машина, у него есть дела, ему нужен бензин, он скажет, я пойду там куплю. Он приедет купить, я в этом не сомневаюсь. Другой вопрос, что людей туда просто не пустят, в вашей колонии. Армяне сами не пустят? Да, армяне, 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 и, возможно, даже миротворцы. Вот последние дни мы наблюдаем, что из Карабаха выезжают армяне не просто с какими-то пакетами, а с конкретными вещами. Вывозят домашнюю какую-то утвар, технику, большие такие у них мешки с одеждой. То есть чувствуется, что люди эти переезжают. Как ты думаешь, за 2023-2024 год какое количество из этих 50-60 тысяч покинут Карабах надолго? Смотри, в Карабахе такое состояние людей, что там все дожидаются, когда откроются пути, откроются дороги, при том, эти дороги заблокированы миротворцами самими, то есть армянскими, армяно-российскими силами заблокированы. Еще до сих пор не было ни одного случая, чтобы какой-то гражданский автомобиль доехал до ППП, и оттуда Азербайджан его развернул, и он поехал обратно. Такого не было еще. До ППП никто не доезжает. Почему? Потому что их стоят блоков. Но они выезжают, их русские миротворцы в своих автомобилях, в этих грузовиках вывозят с вещами, подвозят КПП, и дальше они уже... Да, но инициативу невозможно проявить. Ты не можешь сесть в свою машину. Ты сам не можешь так просто. Сам не можешь. Либо Красный Крест, да? Либо Красный Крест, либо миротворцы. Тебя развернут. Но все... О чем я говорил? Все люди, ну почти все, подавляющее большинство, ждут, пока вот этот блокпост снимут и пока разрешат уехать. Все этого ждут. Все ждут, чтобы была возможность выехать. Тогда они быстрее уехат. Да. Очень многие хотят выезжать. Также есть люди, есть люди, Кемран, которые говорят, мы постараемся остаться. Нам некуда уехать. Мы не хотим... Мы будем в Ереване бомжевать. Мы не хотим в подъездах оставаться в Ереване. У нас есть дом. Мы хотим тут остаться. Поговорим, посмотрим, какие условия... 10-15 останутся, как думаешь? Сколько? 10-15? Думаю, меньше, Кемран. Меньше? Да, меньше. А вот скажи... Тут уже не только от них зависит. Тут уже, если они увидят, какие условия предлагает Азербайджан, может, и больше останутся. Не знаю. Скажи, пожалуйста, ты в курсе или нет? Я не знаю. Буквально недавно в городе Шуша нашли еще одну могилу, общее захоронение. людей идентифицировали некоторых даже, да, вот, их расстреляли и просто вместе похоронили. 15 тел было найдено, людей убиены, убиены в начале 90-х, да, около тюрьмы в городе Шуша. И это азербайджанцы. Некоторых даже опознали. Вот. Армяне, живущие в Карабахе, те, которые принимали в подобного случая, случаях участие, мне сложно говорить на эту тему, потому что это картина, да, я часто сам выезжал вот в эти места, это все видел, это сложно объяснить. Вот. Армяне, которые там живут, такие как боги Хачатрян, которого, в принципе, на контрольно-пропускном пункте и взяли и отправили в Азербайджан, да, предстать перед судом. Те армяне, которые в Карабахе находятся и знают, что у них руки в крови, они побоятся проехать через КПП, они как-то будут искать другие пути или будут сидеть там до конца? Камран, сперва, это такая тема, сперва я понимаю, что все эти останки, которые нашли, эти останки принадлежат конкретным людям, у этих конкретных людей есть конкретные семьи, сегодня живущие, и тем более, что некоторых из них опознали. Я приношу свои глубочайшие соболезнования этим людям, и одно утешает, что они все-таки узнали, узнали та чудовищ, ту чудовищную судьбу своих родных, но хотя бы что-то узнали они. А так, жили бы в неведении, не зная, они живы ли, может, они находятся в рабстве у какого-нибудь, Манвелла, да? Но, опять-таки, да, я выражаю свои соболезнования, я искренне, искренне стыжусь, искренне стыжусь, что некие любопытные, которые разделяют мою национальность, являются моей национальности, позволили себе вот такие зверства, и я очень надеюсь, Камран, очень надеюсь, что Азербайджан не будет давать поблажек никому, я очень надеюсь, что Азербайджан понимает, что эти люди сейчас находятся именно в Карабахе, имена их известны, они находятся в Карабахе, и я надеюсь, что Азербайджан будет работать в том направлении, чтобы никто из них не покинул Азербайджан, никто, ни через МКК, ни через миротворцев, вообще, чтобы у них не было, я очень хотел бы, чтобы это стало дело принципы и делать честь Азербайджана, чтобы все эти подонки остались лежать в земле, именно где они сейчас стоят, чтобы там упали, остались лежать эти чудовища. Почему такой вой из-за Вагифа подняли армяне? Потому что Камран, потому что Вагиф Хачатрян, я так понимаю, он был, как говорят, он был очень осведомленным человеком, ты правильный вопрос задаешь, до этого многие армяне попадались солдатам Азербайджана при тех или иных обстоятельствах, но ни ради кого не поднимался такой войн, даже молодые парни были, но такого не было, а вот смотри, из-за этого представил преступника, какой войска стоит. Что это означает? Скорее всего, это означает, что Вагиф есть носитель целой информации, важной информации, и что эта информация сейчас попала в руки азербайджанских служб, и, скорее всего, эта информация станет доступна азербайджанских служб. Такие информации очень важны, знаешь, Кемран, та же самая вот хаджалинская изрезня, там он может очень конкретно описать ситуации на месте, как он, как это было, кто там был, кто приказы давал, кому отчитывались, сперва куда зашли, потом куда зашли, то есть всю картину Вагиф или такие, как Вагиф может описать, то есть это Вагиф Хаджа Цен является сегодня угрозой, я не хотел бы сказать, национальной безопасности Армении, но раз уж армянская, элита армянская является вот и все-таки до сих пор является карабахским кланом, до сих пор, да, то я считаю, что да, это угроза безопасности карабахскому клану и также угроза безопасности государственной безопасности Армении в том числе, потому что вдруг окажется, что Армении 20 лет руководили военные преступники, совершившие чудовищные террористы, чудовищные преступления на территории соседней страны и возможно они попадут на суды в Гагу, если, конечно, доживут до этого. То есть, он даже был, если не ошибаюсь, водителем одного из министров, что-то такое. Я точно знаю, что он был водителем и точно знаю, что он воевал, был активным участником первой Карабахской войны. Связь с Бабаяном я так точно идентифицировать не могу, но эту информацию я думаю, выступал со страхом вот этот самый Бабаян, мол, у Азербайджана есть списки и теперь, в общем, даже я в этих списках и вот Вагиф сейчас нас всех заложит. Было что-то... Кто бы мог подумать, да, разграбивший Агдам, разграбивший весь Карабах, весь Карабах, это, понимаете, это все, вся ответственность, вся вина лежит в том числе и Самуэла Бабаяна, потому что он имел непосредственное участие. Вот эти фудоры, которые дружины товарами из азербайджанских городов, грабежем, да, вот эти фуры, военные фуры, они с разрешения Самуэла Бабаяна проезжали сквозь эти территории, потому что он был командующий армии, а Агдам был военной зоной, туда левые люди не могли зайти, только с разрешения командующих. А если командующий давал разрешение на грабеж, значит, он имел с этого маржу. Скажите, пожалуйста, вы все еще хотите стать гражданином Азербайджана, приехать и жить в Ханчанди, принять наше гражданство в знак того, чтобы показать, что мирно армяне могут жить в Азербайджане. Вы все еще готовы на это? Ну, Камран, я за все время, что я наблюдаю, то есть за тот год с того, как я обратился к президенту Аливу, я не увидел ни одного действия Азербайджана, чтобы я разочаровался в принятом мною решении. Поэтому принятое мною решение остается в силе, я до сих пор готов, и я готов именно жить там с армянами, именно как армянин, как арабахский армянин, чтобы показать всем, что там армяне могут жить, будут жить, и что никакой этнической чистки там нету и не может быть. Супер. И я надеюсь, у вас там будет ресторан, чтобы вы всем доказали, что голода там нет. Это вторично, это вторично, Камран, не знаю. Напоследок, ваши пожелания, Ишам, прошу вас. Камран, я понимаю, что меня на эту нашу передачу в Армении никто до этой секунды не дослушает, ну, очень единицы, поэтому армянам желать, именно прямо желать, я ничего не буду, я все, все, каждое мое слово, оно идет, оно идет во благо Армении, во благо Армении, во благо Армении, да, то есть, я когда выступаю, я все время им благо желаю, да, или я ради них выступаю, поэтому я не буду специально им что-то говорить, но я скажу Азербайджану, да, давайте быстрее с этим заканчиваться для ребяток. Спасибо тебе большое, Ишхан, я тебе желаю всего хорошего, колай гальсин, как говорится, да, ты живешь в Суции, спасибо тебе большое, до свидания, и до новых встреч, до свидания, Ишхан. До свидания. Гостем передачи Ночной Размовор был наш гость, наш частый гость, Ишхан Вердян, Стамбул. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова